Здравствуйте, товарищи слушатели! Сегодня, ваше внимание, мы хотим предложить работу Владимира Ильича Ленина о либеральном и марксистском понятии классовой борьбы. Так он назвал эту работу. Эта работа была им написана в связи с тем, что в этот период, а это написано, она была в мае 1913 года. Владимир Ильич Ленин находился в это время в эмиграции в Швейцарии. В эмиграции присутствовали не только социал-демократы, не только большевики, но и представители других различных партий, в том числе и оппозиционных, марксизму. Ну и, конечно, возникали спорные вопросы. И вот в связи с некоторыми спорными вопросами, особенно с либералами и оппортунистами, Владимир Ильич написал эту работу, которую он в подтексте назвал заметкой. И она была потом позднее, после того, как он ее написал, опубликована в этом же месяце в мае в журнале «Просвещение». И, то есть, посвящена она была вот именно спорам с либералами. Итак, что сказал важного для нас, для современных марксистов, Владимир Ильич в этой работе, хочу до вас довести. И начинает он с того, что теперешний спор, говорит Владимир Ильич, касается очень важного принципиального вопроса, который постоянно встает снова и снова по тысяче различных поводов. Это именно вопрос о либеральной подделке марксизма, о подмене марксистского революционного воззрения на классовую борьбу воззрением либеральным. Эту идейную основу всех споров марксистов с ликвидаторами мы не устанем разъяснять, говорит Ленин. И далее он говорит, говорит либералам, я обвиняю вас в подмене понятия марксистского понятием либеральным. И что я указал основной признак марксистского понятия, включающего в общенациональную классовую борьбу устройство государственной власти. То есть, обращает внимание Владимир Ильич, что очень важно, рассматривая вопросы классовой борьбы, рассматривать устройство государственной власти. Очень важно. И продолжает. Вопрос о классовой борьбе есть один из самых основных вопросов марксизма. Поэтому именно на понятии классовой борьбы стоит остановиться подробнее, говорит он. И развивает эту мысль, высказав желание остановиться подробнее. Он говорит, всякая классовая борьба есть борьба политическая. Известно, что эти глубокие слова Макса, оппортунисты, порабощенные идеями либерализма, понимали превратно и старались истолковать извращенно. Число оппортунистов принадлежали, например, экономисты, старшие братья ликвидаторов. Экономисты думали, что любое столкновение между классами есть уже политическая борьба. Экономисты признавали поэтому классовую борьбу, борьбу за пятачок на рубль, не желая видеть более высокой, развитой, общенациональной классовой борьбы за политику. Экономисты признавали таким образом зачаточную классовую борьбу, не признавая ее в развитом виде. Экономисты признавали, иначе говоря, в классовой борьбе лишь то, что было наиболее терпимо с точки зрения либеральной буржуазии. Отказываясь идти дальше либералов, отказываясь признавать более высокую для либералов неприемлемую классовую борьбу. Экономисты превращались этим в либеральных рабочих политиков. Они отказывались этим от марксистского революционного понятия классовой борьбы. Мало того, что классовая борьба становится настоящей, последовательной, развитой лишь тогда, когда она охватывает область политики. И в политике можно ограничиться мелкими частностями, но можно идти глубже, вплоть до основного. Марксизм признает классовую борьбу вполне развитой, общенациональной, лишь тогда, когда она не только охватывает политику, но и в политике берет самое существенное. А именно, говорит Владимир Ильич, устройство государственной власти. То есть, рассматривая вопросы классовой борьбы, в центр этой политики Владимир Ильич ставит устройство государственной власти. И далее Ильич говорит, в противовес либералам, наоборот, либерализм, когда рабочее движение несколько окрепло, не решается уже отрицать классовую борьбу, но старается сузить, обкорнать, кастрировать понятие классовой борьбы. Либерализм готов признать классовую борьбу и в области политики, но с одним условием, чтобы в область ее не входило устройство государственной власти. Не трудно понять, какие классовые интересы буржуазии вызывают это либеральное искажение понятия классовой борьбы. То есть, либеральное понимание, как говорит здесь Владимир Ильич, только в том, что все, боремся, боремся, но вопросы государственной власти не трогаем. Вот так, понятие либеральное. И поэтому, продолжая мысль несогласия марксизма с либеральным понятием, Ленин далее говорит, Буржуазия хочет обкорнать классовую борьбу, извратить и сузить ее понятие, притупить ее острие. Пролетариат хочет, чтобы этот обман был разоблачен. Марксист хочет, чтобы тот, кто берется говорить от имени марксизма о классовой борьбе буржуазии, разоблачал узость и притом корыстную узость буржуазного понятия классовой борьбы. А не только приводил цифры, не только восторгался большими цифрами. Либерал хочет оценивать буржуазию и ее классовую борьбу так, чтобы замалчивать ее узость, замалчивать невключение в эту борьбу основного и наиболее существенного, о чем Владимир Ильич говорил выше. И далее, останавливая свой критический анализ на пороге вопроса об устройстве государственной власти, говорит Владимир Ильич оппортунистам и либералам. Вы доказали этим либеральную ограниченность вашего понятия о классовой борьбе. И как бы в заключение этих мыслей, различия понятий классовой борьбы либерального и марксистского, Владимир Ильич говорит, в конце 18 века классовая борьба показала нам, как она становится политической, как она доходит до действительно общенациональных форм. С тех пор изменилась в гигантской степени высота развития и капитализма, и пролетариата. Шаблоны старого никого не остановят в изучении, например, новых форм борьбы, отчасти уже отмеченных ною выше. Но точка зрения марксиста всегда будет требовать оценки глубокой, а не поверхностной, всегда будет скрывать убожество либеральных извращений, недомоловок, трусливых прикрытий. Вот что говорил Владимир Ильич Ленин о классовой борьбе и ее как бы важном узловом понятии, это вопрос о государственной власти. Это в мае 13 года. Эта работа, как вы видите, небольшая, но я хочу продолжить эту мысль. Следующий еще одной работой Владимира Ильича Ленина, которая уже была написана 4 года спустя, а именно в сентябре 1917 года. Здесь Владимир Ильич также возвращается именно к вопросу о государственной власти, на которой он остановился, вот о работе, которую я вас довел. И работа эта была, как видите, написана уже после февральской революции буржуазной, ну и практически накануне Октябрьской революции, чуть больше месяца оставалось, как мы знаем теперь из истории, до Октябрьской революции. И назвал эту работу Владимир Ильич так, один из коренных вопросов революции. И в самом начале этой статьи он говорит, несомненно, самым главным вопросом всякой революции является вопрос о государственной власти. В руках какого класса власть это решает все. Вот именно сразу с этой мысли и начинает он эту работу. Далее, не обойти, не отодвинуть вопрос о власти нельзя, ибо это именно основной вопрос, определяющий все развитие революции в ее внешней и внутренней политике. Устойчивой во время народной революции, то есть такой, которая подняла к жизни массы, большинство рабочих и крестьян, может быть только власть, опирающаяся заведомо и безусловно на большинство населения, говорит Ленин. До сих пор государственная власть остается в России фактически в руках буржуазии, которая вынуждена лишь делать частные уступки. Сравните, что сейчас происходит. То же самое. То есть вынуждена лишь делать частные уступки, власть фактически в руках буржуазии, с тем, чтобы на другой же день начать отбирать их назад, говорит Ленин. А также раздавать обещания с тем, чтобы не выполнять их, изыскивать всяческие прикрытия своего господства с тем, чтобы надуть народ внешностью честной коалиции. И так далее и тому подобное. На словах народное, демократическое, революционное правительство, на деле противонародное, антидемократическое, контрреволюционное. Вот то противоречие, которое существовало до сих пор и было источником полной неустойчивости и колебаний власти всей той министерской чехарды, которая, как вы видите, происходила как сто с лишним лет назад, о чем говорил Владимир Ильич Ленин, то же самое и с буржуазными правительствами и сейчас происходит. Далее, вот дав характеристику буржуазному правительству, Ленин говорит, «Власть Советов одна только может быть устойчивой, заведомо опирающейся на большинство народов, на большинство народа, как бы не лгали лакеи буржуазии. Только советская власть могла бы быть устойчивой, только ее нельзя было бы свергнуть даже в самые бурные моменты, самые бурные революции. Только такая власть могла бы обеспечить постоянное, широкое развитие революции, мирную борьбу партий внутри Советов. Пока не создана такой власти, неизбежны нерешительность, неустойчивость, колебания, бесконечные кризисы власти, безысходная комедия министерской чехарды, взрывы из права и слева». Власть Советом говорит Владимир Владимирович, это значит радикальная переделка всего старого государственного аппарата, этого чиновничьего аппарата, тормозящего все демократическое, устранение этого аппарата и замена его новым, народным, то есть истинно демократическим аппаратом Советов, то есть организованного и вооруженного большинства народа, рабочих, солдат, крестьян, представление почина и самостоятельности, предоставление, извините, предоставление почина и самостоятельности большинству народа не только в выборе депутатов, но и в управлении государством по осуществлению реформ и преобразований. То есть власть Советов должна как бы разрушить тот аппарат буржуазный, который существовал до ее принятия, говорит, до осуществления власти Советов. И это новое правительство, новые советы должны не только участвовать в выборе депутатов, но и в управлении государством. Так надо понимать вот эту мысль Владимира Ильича. И далее он говорит, что вся история буржуазно-парламентарных, а в значительной степени и буржуазно-конституционных стран показывает, что смена министров значит очень мало, ибо реальная работа управления лежит в руках гигантской армии чиновников. А эта армия насквозь пропитана антидемократическим духом, связана тысячами и миллионами нитей с помещиками и буржуазией, зависима от них на всяческие лады. Эта армия окружена атмосферой буржуазных отношений, дышит только ею, она застыла, заскорузла, окоченела, она не в силах вырваться из этой атмосферы, она не может мыслить, чувствовать, действовать иначе, как по-старому. Эта армия связана отношениями, чинопочитанием, известных привилегий государственной службы, а верхние ряды этой армии через посредства акций и банков закрепощены полностью финансовому капиталу, в известной степени сами представляя из себя его агентов, проводников, его интересов и влияния. То есть весь старый буржуазный аппарат в этом мысли Владимир Владимировича показывает, что он не способен ни к чему, кроме как служить именно финансовому капиталу, буржуазному капиталу. И еще он продолжает мысль, развенчивая этот буржуазно-парламентарный аппарат, говорит, что этот аппарат может служить республиканской буржуазии, создавая республику в виде монархии без монарха, как третья республика во Франции, но проводить реформы не то что уничтожающие, но хотя бы серьезно подрезывающие или ограничивающие права капитала, права священной частной собственности, на это такой государственный аппарат абсолютно не способен. Поэтому и получается всегда такая вещь. При возможных коалиционных министерствах с участием социалистов, что эти социалисты даже при условии полнейшей добросовестности отдельных лиц из их числа на деле оказываются пустым украшением или ширмой буржуазного правительства. Грома отводов народного возмущения от этого правительства орудием обмана масс этим правительством. То есть даже участие социалистов буржуазным правительством никаким интересам трудящихся масс, прежде всего рабочего класса, не отвечает. Так излагает Владимир Ильич отношение к буржуазии и к буржуазным правительствам. И поэтому, говорит он, советы рабочих, солдатских, крестьянских депутатов, тем и ценны особенно, что они представляют из себя новый, неизмеримо более высокий, несравненно более демократический тип государственного аппарата. Дело вовсе теперь в России, говорит Ленин, не в том, чтобы изобретать новые реформы, чтобы задаваться планами каких-либо всеобъемлющих преобразований. Ничего подобного. Так изображает дело, заведомо лживо изображает дело капиталисты, Потресовы, Плехановы, кричащие против введения социализма, против диктатуры пролетариата. А советы, как вы знаете, есть формы диктатуры пролетариата. И поэтому Ленин говорит, что есть вопрос о том классе, который способен проявить смелость и решительность. И единственный такой класс – пролетариат. «Смелость и решительность власти, твердый курс ее, не что иное, как диктатура пролетариата и беднейших крестьян». Эта диктатура дала бы землю крестьянам и всевластие крестьянским комитетам на местах. И только диктатура пролетариев и беднейших крестьян, говорит в заключении Владимир Ильич, способна сломить сопротивление капиталистов, проявить действительно величественную смелость и решительность власти, обеспечить себе восторженную, беззаветную, истинно героическую поддержку масс и в армии, и в крестьянстве. Власть Советов, говорит Владимир Ильич в заключении статьи, единственное, что могло бы сделать дальнейшее развитие постепенным, мирным, спокойным, идущим вполне в уровень сознания и решения большинства народных масс. В уровень их собственного опыта. Власть Советам, это значит полная передача управления страной и контроля за хозяйством ее рабочим и крестьянам, которым никто не посмел бы сопротивляться и которые быстро научились бы на опыте, на своей собственной практике научились бы правильно распределять землю, продукты и хлеб. Вот этой мыслью он заканчивает свою работу, которая была опубликована тогда же в сентябре в газете «Рабочий путь». И то, что я хотел довести до вашего сведения, товарищи слушатели, пожалуйста, какие возникли вопросы, что надо уточнить. Есть несколько вопросов, но они не будут тут чуть-чуть не по порядку. Не по порядке. Не по теме, да? Да. Первое, хотелось бы отметить, что Владимир Ильич еще в 17-м году отмечал, что буржуазное правительство по факту подчинено финансовому капиталу. Конечно, да. То есть финансовому капиталу, который слил банковский слившийся с промышленным, да. Но уже тогда. Да, уже тогда было. В 17-м. Мы же, империализм как в высшей стадии капитализма, там он дает характеристику финансового капитала. Помните? Да, я просто хотел бы оценку на этом отдельном. Назад, что, извините, ничто не новое. Было уже тогда. Прошло больше тысячи, ой, тысяча, сто лет, и отрицание-то меня империализм продолжает существовать. Поэтому его черты, конечно, в какой-то степени изменились. Но изменились не коренным образом. Не коренным. А остается прежняя политика империалистов, как и была сто лет назад при Владимире Ильиче. И интересы рабочего класса тоже противоположны и несовместимы с интересами буржуазии. А это уже ко второй части, что какое бы мы правительство ни выбрали, каким бы ни мы хотим, этим путем не было, но будет почти... Буржуазное правительство, да. При диктатуре буржуазии, конечно. Хоть там 99% проголосуют. И даже, как он сказал, социалисты, которые будут участвовать, они будут просто фишками, которые вынуждены будут проводить политику буржуазии. Ну, вы знаете, что были у нас, это самое, вот, допустим, от КПРФ там приходили губернаторы какие-то, и до сих пор в Новосибирске там есть, вот, работает и там, и в Молдове был, возглавлял государство тоже. Но дело в том, что способ производства остался капиталистический, средства производства остались в частных руках, и они, собственно, ничего не могли сделать. И не могут сделать, пока вместо диктатуры буржуазии не приходит пролетарская демократия в виде диктатуры пролетариата. В этом плане, Владимир Ильич, с чего начинает работу, что, извините, если рабочий класс хочет, чтобы что-то поменялось к лучшему, в его отношении, то надо полностью аппарат управления менять. Да, старый аппарат нужно разрушить. Это он не только в этой работе, а в очень многих работах говорил, что старый буржуазный аппарат не пригоден для диктатуры пролетариата. То есть нужно создавать новый. Мы не должны играться в текущие демократические игры, а должны создавать свой аппарат управления. И тут еще очень интересно, вот вторая работа 17-го года, как бы, часть, В сентябрь, да. Да, еще до революции. Да, еще больше есть царевизация. Да, до октябрьской революции. Владимир Владимирович говорит, что, собственно, с таким аппаратом управления станут советы. То есть советы уже не действовали. Да, да, да. Советы показали себя еще, говорил Владимир Владимирович неоднократно, еще в 1905 году, когда вот первая революция была, первая русская революция в 1905 году, они еще себя показали, вот особенно на примере Иванова-Воснесенских, потом пресненских московских рабочих, рабочий пролетариат организованных, что вот это показало себя и что эта форма была не искусственно придумана, она в ходе борьбы рабочего класса родилась такая форма диктатуры пролетариата и она оказалась действительно пригодной для того, чтобы построить социализм. То есть получается, чтобы построить социализм надо сначала построить советы. Конечно, организовать пролетариат, рабочий класс организовать, чтобы он стал организованной силой, не атомизирован, не каждый сам по себе и каждый сам для себя, а именно организованный пролетариат только способен решить вопросы, вопрос о переходе к власти советов, то есть к диктатуре организованного пролетариата. Конечно, только так ставит Владимир Владимирович вопросы. Хорошо, тогда мои вопросы закончились, но тут есть вопросы из чата. Такой, скорее, комментарий, чем вопрос. Комментатор пишет, что Ленина, хоть он и написал базу марксизма, не стоит использовать как методическое действие, что сегодняшний пролетариат поставлен на колени финансовым капиталом и в таких условиях как можно разрушить аппарат управления, не разрушив себя самим. Конечно, нужно сначала, чтобы пролетариат осознал свою историческую месть, свое положение, встал с колен и начал бороться за свои коренные интересы. Только после этого можно что-то решить, конечно. А пока он стоит на коленях, бесполезно говорить о разрушении аппарата. И заменить буржуазный аппарат можно только организовав свои органы власти. История показала, что это наиболее эффективная власть в форме советов. Возможно, что в ходе борьбы можно какие-то и другие формы придумать, но все равно по своей сути они должны быть диктатурой пролетариата и никак иначе. Только так может быть решен вопрос, чтобы избавиться от диктатуры финансового капитала. Тут, наверное, стоит задать встречный вопрос. А если у товарища, задавшего данный вопрос, уверенность в том, что буржуазия сама не доведет нас до разрушения. Чего? Чего? У рабочего класса уничтожить. Рабочий класс нельзя уничтожить. А кто будет создавать прибыль? Я на войну постоянно управляю. Они же там оторвались и ничего не страшно. Дружуазия без рабочего класса существовать не сможет. Они нам оторвались на тысячу лет вперед. Зачем им еще? Не хватает. Ну даже они оторвались. Так они оторвали деньги. А кто им будет печь хлеб? Кто им будет там прорешить одежду? Ну оставим там что-то. Ну зачем? Это же смешно. Это же смешно. Тысяча человек это нужно для того, чтобы только... Ну 20 человек буржуев тогда на тысячу человек максимум. А так это что, будет тысяча двадцать человек на земле жить что ли? Или как? То есть вы верите в их разумность? В чью разумность? В буржуазии. Да нет, конечно. Да нет, конечно нет. Просто они не смогут уничтожить полетариат. Это невозможно. Рабочий класс невозможно уничтожить. То есть нам бояться нечего? Нет. Причем тут бояться. Дело не в боязни. Да нет. Продолжение следует...